Всем привет! Будет новый футбук. Сейчас я делаю для себя второй завтрак. Это такой, знаете, ПП-перекус, можно сказать. Это будут вафли с тунцом. Если у вас нет вафельницы, не беда, берите формы для кекса. Если их нет, тоже на сковородке можете все это жарить. Кстати, это не мой рецепт, я где-то что-то похожее видела в интернете. В инстаграме скидывали мне много классных ПП-страничек, и я немного изменила рецепт и рассказываю, что здесь полбанки тунца. Он у меня в собственном соку. И не забывайте вот эту жидкость слить, чтобы тесто не получилось слишком, знаете, жидким. Немного тертого сыра, 1 четвертая чайной ложечки разрыхлителя. Две... Я же слюна сейчас захлебнусь, потому что я так хочу есть. Две столовые ложки муки. У меня рисовая и кукурузная, но вы можете взять обычную. Если вы хотите больше таких вафель сделать, то тоже увеличивайте пропорции. Соответственно, зелень. У меня зеленый лук, но этот шиперок польский. И укроп. Еще одно яйцо. Соль, перец по желанию. Я без всего этого, потому что тунец, сыр. И так все соленое. И, не знаю, ну видите, немножко сыра, одно яйцо. Добавляю, перемешиваю и делаю ваше. Разогналась, что чуть не забыла показать вам, что же у меня получилось. То есть, по сути, это такое, как будто омлет, но в виде сердечек приятнее все это есть. У меня получилось около 4 штучек. Обязательно попробуйте. Сейчас буду делать запеканку. Во всяком случае, надеюсь, что этот рецепт будет лучше, чем тот, который я пробовала ранее. Я беру стакан молока и сколько? 4 столовые ложки манной каши. Хорошо это перемешала и оставляю на 10 минут, чтобы манка набухлась. Теперь беру 4 яйца, 2-3 столовые ложки сахара. Буду это все взбивать и перемешивать блендером. И дальше мне понадобится полкилограмма творога. Потихоньку буду добавлять и все перемешиваю. И теперь, когда творожок взбит, я начинаю потихоньку доливать молоко и дальше все перемешивать. И, кстати, мне показалось, что недостаточно сахара, поэтому в конечном итоге досыпала еще одну ложку. В общей сложности 4. Мне показалось, что молока слишком много, потому что у меня такой огромный стакан из Икеа, поэтому я все-таки отлила. Учтите это, берите такой стандартный стакан. Сейчас что-то у меня не получается нормально смазать маслом форму и посыпать манкой, но я не сдаюсь. Разогреваю духовку до 200 градусов и буду запекать 40 минут. Дружка мне сказала, что я, короче, испортила запеканку. Я ее достала слишком рано. Короче говоря, я не ожидала. Честно говоря, я думала, что вообще ничего не получится из этого. Но запеканка получилась очень нежной. И я правильно сделала, что отлила немного молока. И видите, она прям такая нежненькая, очень-очень мягкая. И подружка тоже подает идею, чтобы добавлять там разные яблоки, карамелизированные, грушу, персики. Но пока что малышам вот именно сегодня ничего нельзя, точнее младшему. Так что будем есть такую запеканку. И, кстати, мне кажется, что она упала из... Не, мне кажется. Не надо обманывать. Подружка говорит, что я ее достала, поэтому она упала. Вот. Она вообще была такой прям пышной-пышной, но очень вкусно. Слабо нервным не смотреть, предупреждаю сразу. Я шучу, просто я буду запекать рыбу. И у меня детки, когда ее видят в таком, знаете, целом виде, потом вообще не хотят есть. Итак, нам понадобится белая рыба. У меня вот такая, по-польски это пстронг, а по-русски, по-моему, форель. Вообще, любая белая рыба подойдет, можно купить филе. Это уже по желанию, смотрите сами. Я запекаю картофель кусочками такими. И вот у меня есть прованские травы. Я покупаю приправы на iHerb, потому что вы часто спрашиваете. Ну, если вы там не заказываете, покупаете в обычном магазине. Прованские травы очень вкусные именно в салатах и для того, чтобы посыпать картофель. Еще у меня есть вот такая приправа. Блогера можно сразу узнать, бьюти-блогера, да? Сводчик, который не отмывается. Но, если у вас нет такой приправы, вообще не печаль, потому что замените ее обычным укропом, солью, может немножко, ну, перец даже вообще для рыбы не нужен, чеснок и лимончик. Что я сделала? Взяла замороженный укроп. Я всегда так делаю, покупаю большой пучок, режу, беру столько, сколько мне надо, остальное замораживаю. Так что, на заметку вам, если вы постоянно страдаете тем, что ваш укроп вянет, вся зелень, то делайте так, как я раньше постоянно все выбрасывала. Такая, знаете, очень простая хитрость, о которой молодые хозяйки могут не знать. Значит, что я сделала? У меня рыба уже почищена. Я положила сюда укроп и чеснок. Как видите, немного, здесь около одной дольки я просто довольно тоненько это все нарезала. Сверху приправа. Сейчас положу еще и лимончик, заворачиваем. И такую рыбку надо запекать, ну, я не знаю, минут, наверное, 20, это максимум. Хотя все зависит от духовки. Я обычно ставлю на 150-200 градусов. Я очень многое делаю на глаз, честно говоря, поэтому я на экране потом напишу, при какой температуре и как долго я это все запекала. Все, добавляю лимон, заворачиваю рыбку и отправляю в духовку. Вот так это все выглядит. Я еще люблю полить свежим лимонным соком. Сейчас я буду готовить очень простые яичные маффины. Кстати, это замечательная идея завтрака. И вообще вы можете менять ингредиенты, дополнять по-разному все. И, в общем, смотрите, нам понадобится несколько яиц. Если у вас есть такие обычные формочки для кексов, то тоже здорово. Они нам пригодятся. Итак, я беру с расчетом на количество формочек, то есть 3 яйца на 3 формочки. Я их посолила, добавила перец. Сейчас все быстренько перемешаю. И с чем я все это буду делать, собственно. Здесь у меня шпинат, паприка и помидоры. Если есть сушеные помидоры или, к примеру, вместо обычной ветчины у вас есть прошутто, то вообще очень-очень классно, вкусно получается, но я ее не люблю. И довольно спонтанная сейчас идея. Поэтому буду делать с обычной ветчиной. Я уже разогрела духовку до 250 градусов. И быстренько все смешиваю, заливаем. И через 15 минут завтрак, ужин, как захотите, будет готов. Можно подавать также с ломтиком хлеба. Очень-очень вкусно. Вы можете добавлять меньше зелени. Я же еще нашла зеленый лук в холодильнике, поэтому нарезала и его сюда. Кстати, можете класть и фету, и даже натереть цукини. В общем, что только у вас есть в холодильнике, перемешиваете с яйцами и, в принципе, все. А сейчас мы с подружкой будем делать кукурузные блины, типа как оладьи. И для этого мне понадобилась консервированная кукуруза. Три ложки я отложила в отдельную емкость. Здесь остаток. Я нарезала такую среднюю величину луковицу. И здесь паприка чили. Дальше я беру блендер. Все это размешиваю. Теперь смешиваю кукурузу, которую я перемолола с луком. С вот этой, которую мы отложили. И еще понадобится или обычная мука, или кукурузная. У меня здесь где-то 40 грамм и пол чайной ложечки соды. Чуть меньше. Подружка сказала убрать. Еще здесь у меня перец, соль, базилик, петрушка и одно взбитое яйцо. Теперь все это надо перемешать для того, чтобы получилось тесто. Жарим или, возможно, даже попробую запечь. Ну, в общем, сначала, наверное, пожарю, а дальше будем посмотреть. Мы один пожарили. Очень вкусно получается, но я решила их запечь. Поэтому такие вот тоненькие блины, точнее, лепешки, наверное, сейчас я разложила. Разогрела духовку до 200 градусов и буду запекать. Напишу потом по времени, сколько, потому что первый раз делаю их и пока что не знаю. Вкуснотень получилась. Сажусь есть. Очень-очень голодная. Сейчас мы с подружкой будем делать очень вкусный салат. Если вы когда-то были в Турции, то вы точно знаете, что это такое. Называется он табулех. Во всяком случае, в Польше произносят так. Я уже сварила один, одну хотела сказать слово по-польски, один стакан киноа. Но вы можете заменить на другую кашу. Типа как пшеничная, что-то в этом духе. Далее берем два больших огурца. Ну, среднего, наверное, размера. А не маленьких. Четыре довольно мелких помидора. Где-то вот таких. Но для кого-то это средний. Но у меня, короче, рука небольшая. Поэтому так. У меня была целая упаковка мяты. Это такой конкретный пучок. 15 грамм. И подружка все нарезала. Далее тимьян. У него такой странный вид. Вот тебе и покупай. Приправы, блин, стоят столько. Ну, в общем, свежие приправы. Они всегда немножко другие. И Настя сейчас режет. И пол такого конкретного пучка. Вот где-то вот столько петрушки. Дальше я порежу небольшую луковицу. У меня это молодой лук. Но вы можете взять такой вот, знаете, салатный. Или, например, перья. Вот моя каша. Это киноа. Которую я покупаю на iHerb. Ссылку вы найдете внизу. Но если, к примеру, вы любите кашу булгур, то тоже можете заменить. И, кстати, сюда я еще добавила пол зубчика чеснока, соль и где-то столовую ложку лимона. Каша должна быть обязательно холодной. И только потом мы это все перемешиваем. И этот салат должен подаваться холодным. И, кстати, мне очень-очень сильно нравится этот салат с йогуртом. Поэтому я сейчас возьму греческий йогурт, перемешаю с солью. И еще я не решила, буду запекать рыбу или делать курицу на гриле. В общем, в любом случае, это очень вкусный салат. Именно к чему-то мясному. Но я и без ничего могла бы есть. Просто с йогуртом. Вы знаете, что я травоядная. А, и еще оливковое масло. Вот, чуть не забыла. С оливковым маслом все перемешиваем. Только чтобы это все не плавало. Буквально там максимум 3 столовые ложки. Вот, я всегда на глаз все делаю. Но я бы больше точно не добавляла. Сейчас я буду готовить рыбные шарики. В принципе, процесс приготовления. Они занимают у меня там слишком много времени. Но это блюдо, точнее закуска, с которой надо немножко заморочиться. Я сейчас расскажу, что к чему. И некоторые зрительницы, зрители со мной относительно недавно. Поэтому покажу еще раз книгу, которую я обожаю. До сих пор ею пользуюсь. Она предназначена для самых маленьких. Начиная с таких базовых первых пюрешек. И заканчивая семейными блюдами. Обожаю ее. Она у меня в английской версии. Автор Аннабель Кармель. Но мои зрительницы делились русской версией этой книги. Пересылали себе по почте. Поэтому для заинтересованных. Пожалуйста, в комментариях спросите. Может быть, у кого-то еще есть. Я ее покупала на польском Олегро. И сейчас вот буду делать эти рыбные шарики. Потому что я не всегда придумываю какие-то рецепты. Что-то выискиваю. Иногда это мои авторские блюда. Но сейчас конкретно буду делать вот эти рыбные шарики. У меня здесь лосось. Муж купил какого-то. Но это не дикий. Пацифический. Какой-то такой. Он прям вот красный. Я его отварила на пару. И сбрызнула немножко лимона. Вижу еще одну кость. Я старалась все выбрать. И если у вас рыбка сухая, нежирная. У меня именно такая. Я потом добавила маленький кусочек масла. И видите, я размяла рыбу так, чтобы она не превратилась в однородное пюре. А наоборот осталась вот такими кусочками. И, кстати, вот эта рыба вообще не имеет никакого запаха. И дети даже не поймут, что это рыба. У нас сегодня Великая Пятница или как-то Святая Пятница перед Пасхой. И мы не едим мясо. Я пытаюсь как-то спрятать рыбу, потому что дети после детского сада как-то не особо. Здесь у меня немножко зеленого лука. Около 150 грамм рыбы. И потом уже смотрите по своим пропорциям. Меньше рыбы, меньше картофеля. У меня два средних здесь отварено. Где-то вот такие. И просто без ничего солью сварила, помяла. И сейчас все это буду смешивать. Добавляю чайную ложечку майонеза, 2 столовые ложки кетчупа. Вот этот очень люблю. Всегда покупаю его на iHerb. Соль, перец по вкусу. Сказала или нет. Немножко сладкой паприки. Если вы готовите для взрослых, то можете даже немножко чили добавить. И я хочу, чтобы мы правильно друг друга понимали. Это блюдо не для самых маленьких. Если вы ничего жареного не даете своим детям. Я никого ни к чему не агитирую. Чтобы не было никаких споров. Я просто считаю, что нет ничего плохого в том, что дети съедят. Я не знаю, раз в полгода что-то такое. Вы все наверняка жарите котлеты отбивные. Деткам не до годика, а старше. Старше трех лет, наверное, так. Поэтому никто от этого не умрет. Но решение принимать только вам. И таких блюд для семьи в этой книге не так-то и много. Буквально на пальцах одной руки можно посчитать. Так что не переживайте. Там все очень такое нежное. Это просто рецепт рыбы, которую дети съедят. Вот. Начинаю все перемешивать. Нам еще понадобится мука, яйцо и панировочные сухари. Ну, конечно, сковородка. Можно, в принципе, запекать это все в духовке. Вот такие рыбные шарики у меня получились. Вообще-то надо было бы делать поменьше, но я торопилась. И решила все-таки их запечь. Для того, чтобы они не были сухими, на каждое из них я положила чуть-чуть буквально сливочного масла. И запекала 10 минут, чтобы они стали такими румяными. Но внутри они очень мягкие. И если ваши дети не любят рыбу, то можете попробовать такую хитрость. И последний рецепт, которым я хотела бы с вами поделиться. Я сейчас буду готовить яичную пасту. Немножко по другому рецепту. Если вы живете в Польше, то вы знаете, что они обожают разные пасты. У меня здесь 2,5 яйца. Просто я игношка откусила, но в идеале 3. 2 небольших кислых огурца. Прям, ну, таких маленьких, можно сказать. И здесь салатный лук. Он такой, более нежный. И еще нам понадобится майонез ваш любимый. Какой предпочитаете вы? Если живете в Польше, то попробуйте келецкий. Он такой остренький. Обычный черный перец. И сладкая паприка. Огурцы и лук нарезаем мелко, чтобы они прям как-то вот слишком не ощущались в нашей пасте. А яйца я советую порезать покрупнее. Почему? Потому что так вкуснее. И, кстати, заметьте, чем мельче нарезано оливье, тем у него такой, знаете, какой-то невыразительный вкус. Если вы никогда не обращали на это внимание, то советую резать все чуть-чуть крупнее, не мельчить. Потому что тогда вы сможете ощущать, вот знаете, вкус. Не то чтобы каждого отдельного ингредиента, но все равно. По-другому это все. Вот даже цезарь я не люблю прям. Или вот греческий салат. Я просто не переношу, когда он нарезан, знаете, такими меленькими частичками. И получается каша-малаша. Возвращаемся к пасте. Нарезаю все. Смешиваем. Чуть-чуть паприки, чуть-чуть перца. Соль по вкусу. Я не буду добавлять. И все. На этом яичная паста готова. Майонез вы можете заменить на обычный натуральный йогурт. С небольшим количеством горчицы. И также кислый огурец соленый на свежий. Мне кажется, так даже вкуснее. Вот. Спасибо за внимание. Всем приятного аппетита. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok